Всем привет! Случалось ли с вами такое, что вы покупали дисплейный модуль, подключали его к микроконтроллеру и обнаруживали, что ничего толком не можете на него вывести? Потому что любая, даже маленькая, картинка занимает объём, превышающий всю доступную флеш-память. Сегодня мы с вами немного раскроем эту тему и посмотрим, можно ли что-то предпринять, чтобы такое положение дел исправить. Поехали! Как вы уже поняли, речь пойдёт об алгоритме сжатия данных, которые можно было бы использовать даже в простейших микроконтроллерах. Понятно, что для более серьёзных устройств есть возможность использовать всякие классические алгоритмы Лемпеля Зива и Хаффмана или Джпек, для которого в топовых микроконтроллерах даже есть аппаратная поддержка. Но нам нужно что-то более простое и легковесное. Ну и для того, чтобы с чего-то начать, давайте сперва определимся с требованиями. Поскольку задача эта родилась не из воздуха, а как это обычно бывает, мне нужно было какое-то решение по сжатию данных для моих проектов, то и с требованиями определиться оказалось очень легко. Сжатие должно быть без потерь, чтобы была возможность более широкого применения алгоритма, а не только для изображений. Алгоритм должен быть достаточно прост. И он должен иметь очень низкие требования декомпрессора к ресурсам, а именно к памяти, к объёму кода и к производительности центрального процессора. То есть, хотя и предполагается, что в большинстве случаев на стороне микроконтроллера будет выполняться только декомпрессия, но тем не менее оперативки будет мало, да и с CPU тоже не всегда есть где разгуляться, и надо это учитывать. Со стороны компрессии наоборот, подготавливать данные мы будем на полноценном компе, следовательно мы не сильно будем стеснены в ресурсах. Что касается сжимаемых данных, то это в принципе может быть что угодно. Чёрно-белые изображения, градации серого, цветные с тремя или четырьмя каналами цвета, причём глубина цвета каждого из каналов может быть произвольной. При желании это могут быть аудиосэмплы, просто какая-нибудь последовательность данных, в общем всё что угодно. А поскольку я когда-то, сто лет назад, писал курсовик на похожую тему, на Паскале, там правда был другой метод на основе битовой матрицы, но не суть. Сейчас на это без кровавых слёз смотреть невозможно, но тогда... Мне, кстати, тогда преподша сказала, что мол, ты конечно молодец, что скачал из интернета и разобрался, опять я тебе поставлю, но больше так не делай. С вами такое случалось когда-нибудь? Ну так вот, поскольку я уже был немного знаком с темой, то я под свои требования решил остановиться на методе дельта-кодирования, суть которого очень проста. Если взять некоторую последовательность значений, то может так получиться, что разность между каждыми двумя соседними значениями будет иметь меньший разброс, чем полный диапазон всех значений из последовательности. А это значит, что такую разность мы сможем записать в меньшее количество бит по сравнению с оригинальной последовательностью. В идеальном случае у нас может быть последовательность из некоторого количества одинаковых значений, дельта между которыми равна нулю. А значит и записать мы её можем в 0 бит. То есть для декомпрессии нам надо будет знать только начальное значение и длину такого блока. Вот и весь метод. На самом деле там довольно много всяких хитростей, связанных с тем, что теоретическая эффективность сильно не совпадает с реальной. Из-за того, что каждый такой скомпрессированный кусочек, он же блок, мы должны снабдить хотя бы минимальной описательной частью, заголовком. Кроме того, и саму дельту можно вычислять разными способами. Обо всём об этом у меня на бусте вышла серия из трёх подробных роликов. Если вам интересно детально разобраться, как это работает, то посмотрите, они доступны без всяких подписок. Ну и отдельная большая задача – это поиск наиболее эффективной цепочки из таких блоков. Допустим, на каком-то участке исходных данных мы можем записывать дельту с помощью 5 бит, на каком-то нам хватит и 3 бит, где-то нам как раз повезёт и будет последовательность из одинаковых значений, а где-то не повезёт, и мы сможем записать такой блок только в виде оригинальной последовательности данных. То есть без компрессии, и даже наоборот с отрицательной компрессией, потому что такой блок придётся снабдить заголовком, который только добавит нам объёма. Ну и количество способов, которыми можно разбить на блоке сколько-нибудь длинную последовательность исходных данных, устремляется в бесконечность. Сомневаюсь, что в принципе существует алгоритм, позволяющий с приемлемой скоростью находить самую эффективную цепочку из блоков. Хотя бы потому, что таких цепочек огромное количество, то есть в большинстве случаев не будет какой-то одной, единственно верной и самой эффективной цепочки. Но приблизиться к идеалу можно, и превзойти мои результаты тоже должно быть достаточно несложно. И вот, кстати, ко мне время от времени обращаются с просьбой посоветовать тему для диплома или курсовой, возможно, что разработка такого алгоритма, который быстро строил бы эффективные цепочки блоков, могла бы стать неплохой темой для курсача. А если вы сильны в мотании и сможете прикрутить сюда какой-то математический аппарат, то и для диплома. Окей, ну в общих чертах по алгоритму рассказал, кому интересны детали и подробности, которых довольно много, ещё раз ввелкам на Boosty и Patreon. А сейчас продолжим. В итоге все мои изыскания вылились вот в такую софтину, она доступна в виде исходников на гитхабе, и плюс ещё я выложил полные версии, которые не требуют установки дотнета. Все ссылки будут в описании под роликом. Тут у меня две вкладки. Начнём по порядку со вкладки для изображений. Для примера загрузим вот такую барышню, будем её компрессировать. Слева оригинал, справа превью, а посередине настройки формата пикселя. Можно, например, переделать в градации серого. Если есть альфа-канал, то можем и его тоже использовать. Можно настроить порядок следования каналов цвета. И самое главное, если мы хотим, чтобы данные занимали меньше места, надо, чтобы было меньше данных. Гениальная находка! Большинство дисплейных модулей поддерживают формат цвета RGB 565. То есть 5 бит на красный канал, 6 на зелёный и 5 на синий. Всего 16 бит. 2 байта. Некоторые дисплеи поддерживают RGB 555 или RGB 3.4. Можно ещё поиграть в Энди Уорхола. Довольно забавно. Но самый приемлемый вариант по соотношению объёма и качества, это именно RGB 565. Жмём «Обновить превью». Видим, какой получился объём исходных данных в выбранном формате пикселя. Это у нас изображение размером 240 на 240 точек. Ещё мы можем выбрать разбиение изображения на квадраты. В этом случае алгоритм сжатия будет обрабатывать изображение не построчно, а квадратами со стороной заданного размера. Чаще всего это даёт более монотонную последовательность, и значит её можно будет упаковать в меньшее количество бит на дельту с большим количеством упакованных в блок кадров. То есть эффективность сжатия почти всегда повышается. Обычно, если картинка маленькая, то эффективнее всего использовать разбиение 2 на 2. В нижней части параметры компрессии. Сколько бит в заголовке блока выделить под поле длины блока. Тут компромисс. Чем длиннее блок, тем он более эффективен. То есть общее количество блоков будет меньше, и соответственно меньше будет заголовков блоков, которые дают дополнительную избыточность. Но при этом и сам заголовок станет длиннее на размеры этого поля. Всё подбирается индивидуально под каждый конкретный экземпляр данных, и обычно этот параметр лежит в диапазоне от 5 до 8 бит. Дальше варианты вычисления дельты. Долго распространяться не буду, скажу только, что фиксированное окно больше подходит для слабоконтрастных шумов, а адаптивное плавающее для градиентов. И можно выбирать их сочетание. Причём, если вы планируете сжать несколько файлов и использовать их в одном проекте, то вам надо учитывать, что код декомпрессора компилируется в расчёте на те методы вычисления дельты, которые вам нужны. И чтобы всё корректно распаковывалось, нужно, чтобы параметры сжатых данных соответствовали выбранным возможностям декомпрессора. Дальше выбор способа поиска цепочки блоков. Либо быстрый, либо более эффективный. Можно, когда подбираете предыдущие параметры, экспериментировать на быстром, а потом финально прогнать брутфорсом. И выбор платформы, для которой будет сгенерирован сголовочный файл со сжатыми данными. На самом деле тут AVR отличается от остальных только наличием макросимвола прогмем и тем, что большие массивы разбиваются вот такими комментариями через каждые 16 килобайт. Это сделано для того, чтобы можно было разбить массив на чанки, положить их в дальнюю память и использовать на отмегах старших серий. Для ESP и STM ничего этого не надо. Нажимаем на главную кнопку, выбираем куда сохранить. Обратите внимание, что это имя будет использовано в заголовочном файле в качестве базы для имен переменных и констант. Вначале синим прогресс баром идёт анализ данных и построение цепочки блоков, а потом зелёным это собственно компрессия и запись в файл. Вуаля, получили 61 килобайт, почти в два раза меньше по сравнению с исходным объёмом. А по сравнению с полноформатным RGB 3.8-ки так и вообще. Выходной файл выглядит так. Тут определяются основные параметры скомпрессированного файла, из которых формируется константа, контекст декомпрессии, которую мы потом подсунем в процедуру декомпрессии. А дальше массив сжатых данных. На ESP это всё распаковывается и выводится на экран мгновенно, даже без ДМА. Со стороны декомпрессии рассмотрим другой пример на нашей любимой Arduino Nano. И тут тоже всё довольно просто. В заголовочном файле декомпрессора выбираем нужный способ вычисления дельты, тут это только фиксированное окно. Устанавливаем количество каналов, здесь он один, и сейчас вы поймёте почему. И у нас тут тоже использовано разбиение на квадраты, поэтому оставляем строку незакомментированной. В основной программе объявляем объект класса Decompression и буфер для распакованных кадров. В нашем случае кадр это пиксель. Поскольку в этом примере используется изображение, сжатое с разбиением на квадраты, то мы обязательно должны задать ширину пиксельного буфера, чтобы декомпрессор мог нормально распаковывать наши квадратики. Перед распаковкой каждого следующего изображения сбрасываем переменные среды декомпрессора, это необходимо. А потом распаковываем нужное количество кадров, в данном случае это целиковый буфер на ширину иконки и на высоту квадрата. То есть распаковываем одну линейку квадратов и выводим на экран, и так пока не распакуем всю иконку. Всего я сделал 4 варианта кода декомпрессии под разные задачи разного объёма и с разной производительностью, на каждой из них есть примеры. Конкретно этот отличается тем, что он распаковывает данные не по байтово, а пикселями по 16 бит сразу в пиксельный буфер. Иконки у меня тут запакованы в формате Grayscale 2 бита, чтобы хоть немного их края были сглажены. И дальше прямо во время распаковки декомпрессор вызывает функцию делегата, которая раскрашивает очередной пиксель в нужный цвет. Делается это вот по такой таблице. Всё максимально просто и быстро. Всего тут 25 иконок 48 на 48, которые даже в формате Grayscale 2 бит занимают 14400 байт. А в сжатом виде вместе с кодом декомпрессора, драйвером дисплея и библиотекой SPI это всё весит 6800 байт. Неплохо, правда? Можно ещё байт 200-300 убрать, если немного код подрезать. Всё это без проблем можно использовать и на чуть более серьёзном железе. Тут у меня вывод на дисплей идёт через FSMC с ДМА и двойной буферизацией. Пока один буфер выводится, второй уже распаковывается. Ну и вернёмся ко второй вкладке. Это для компрессии любых файлов, причём исходные данные также можно разбить на каналы с заданным количеством бит на канал. Условно, если у вас есть файл с чередующимися 16-битными аудиосэмплами для правого и левого каналов, то можно попробовать их таким образом зажать. Я при помощи этой вкладки сделал пример для Tini85, который выводит ASCII ART изображение по SPI. В оригинале оно весит в полтора раза больше, чем вся флэш-память чипа. Это просто для примера, что даже и на Tini можно пользоваться декомпрессией. Вот, резюмирую. Мне получившийся результат понравился. Само собой, на серьёзных чипах можно пользоваться, например, полноценными LZO или LZOP-библиотеками, или уже упомянутым JPEG-ом, но для маленьких, да и для среднего уровня имбедированных систем на не самых крутых микроконтроллерах решение получилось, как мне кажется, не бесполезным. Можно даже на простых чипах, например, отобразить лого кампании во время запуска устройства, скрасить интерфейс иконками, скомпрессировать крупный шрифт и много чего ещё можно придумать. Да и на более продвинутых камнях, в тех случаях, когда нет возможности или желания применять более популярные технологии сжатия, вполне можно воспользоваться простым и нетребовательным дельта-кодированием. Все ссылки на все материалы будут в описании ролика. Ну и в конце, поскольку все уже высказались насчёт блокировки Ютуба, давайте я тоже обозначу свою позицию. Я отношусь к Ютубу как к видео Википедии. Поменять аккумулятор на ноуте или в древнем телефоне – Ютуб. Починить телевизор – ищем по модели в Ютубе. Перепрошить прищепкой Биос – Ютуб. Я смотрю много зарубежных коллег, могу с удовольствием назвать Фила Салмани, Зака Петерсона и, конечно же, все видео от Альтюм. Роберта Ферраника, правильнее, наверное, Ферраница, он вроде и из Словакии, Верика Богатина, Дэйва Джонса и множество других замечательных авторов, которые делятся своими знаниями и которые, конечно, ни при каких обстоятельствах не переедут ни на какие рутюбы. Почему-то, когда говорят о блокировке, обычно среди аргументов что-то типа «Ну вот переедут все наши авторы на наши скрепные платформы, и всё будет как и было, даже лучше». Но почему-то при этом всегда забывают, что на Ютубе море познавательного контента, который произведен вообще ни разу не нашими авторами и который может быть полезен далеко не только айтишникам и электронщикам. Хотя и этого вообще-то уже достаточно, чтобы счесть блокировку безумия. О каком развитии может идти речь, если вы блокируете самый большой источник видеознаний на планете? Что вы собираетесь развивать? Короче, пока я еще как-то получаю доступ к Ютубу, я буду продолжать в этом направлении развиваться. Когда доступ будет перекрыт, придется, видимо, заняться чем-то другим. Потому что, ну, по программированию еще ладно, пока еще что-то можно найти и почитать. А по электронике, особенно с учетом того, что крупные производители закрывают для нас свои ресурсы, вот по электронике Ютуб — это просто огромный объем знаний. Да еще и с примерами применения на практике. У меня все. Подписывайтесь на всякие мои дополнительные ресурсы. Я тоже стараюсь подписываться везде и на всех, чтобы не упустить из виду и не потерять. Может быть, так у нас сохранится какой-то комьюнити, которая переживет все, что хотелось бы уже пережить. Всем пока. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова